Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается сложной. Каковы последние данные? Сколько коечных мест в госпиталях? Будут ли бесплатные лекарства для амбулаторных больных? Об этом и не только. Смотрите в следующем сюжете, который подготовил Мурат Жанкёзов. В Карачаево-Черкесии зарегистрировано более 11 тысяч лабораторно подтверждённых случаев COVID-19. 900 больных госпитализировано. Более 5,5 тысяч находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. В соответствии с данными ежедневного мониторинга было принято решение об открытии дополнительных коечных мест. Показания, как и прежде, госпитализировать пациента или оставить его на амбулаторном лечении, принимаются врачом, который наблюдает этого пациента. Именно тот врач, он может наблюдать как очно, так и дистанционно. Он может определить динамику течения заболевания, имеет ли это заболевание тенденцию к ухудшению или наоборот к выздоровлению. И только терапевт, при подаче терапевта ставится вопрос о госпитализации. В республике сегодня действует 7 госпиталей. Самые мощные, с базой на 305 коек, находятся в Черкесской городской больнице. Госпиталь на базе противотуберкулёзного диспансера расширили до 170. Черкесская городская поликлиника в северной части республиканской столицы рассчитана на 200 больных. Госпиталь на базе Усть-Жигутинской центральной районной больницы также на 200 коек. Госпиталь республиканской клинической больницы на 80 коек. Инфекционное отделение правокубанской участковой больницы имеет 60 коек. Также планируется открытие госпиталя на базе Карачаевской центральной районной больницы на 150 коек. Общее количество коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией составляет 1320 коек. Число госпитализированных у нас составляет 909 пациентов. И коечный фонд свободный у нас составляет более 30%. Если точнее, 32% коечного фонда свободного, где мы можем положить, госпитализировать пациента в любое время при наличии показаний. На обеспечение пациентов лекарственными препаратами, которые находятся на амбулаторном лечении, выделено более 17 миллионов рублей. Бесплатные лекарства получат пациенты с подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией. Федеральными структурами выделено в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 17 миллионов 519 тысяч рублей. На всю сумму, выделенную для республики, сделана заявка и заключены уже и контракты, и договора на поставку лекарств. А поскольку потребность имеется не только у нас, но во всех 85 субъектах Российской Федерации, то, безусловно, для того, чтобы поставка была осуществлена, понадобится несколько еще дней, чтобы эти лекарства были у нас в медицинских организациях. Длительность пребывания пациента в госпитале составляет в среднем от 12 до 14 дней. Нередки случаи, когда отрицательный тест на ковид наблюдается уже на 10-й день. И еще важная информация. Роспотребнадзор упростил порядок выписки заболевших ковидом и выхода из самоизоляции тех, кто контактировал с носителем инфекции. Снимут ограничения по истечении двух недель без сдачи теста. Мурат Сянкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.